Сегодня 30 июля 2019 года В этом ролике буду использовать разные корпуса Поскольку у пчеловодов тоже разные виды корпусов То есть есть определенный корпус, который имеет предпочтение Но за неимением его можно в любом корпусе То, что под рукой попадется, можно и так сформировать отводок Итак, что мы имеем? У меня есть в наличии три неплодных матки Которые только сегодня вылупились В семье воспиталки Значит, это бакфаст с дальневосточной влитой пчелой Влитой полу-юнгенсом Селекция полу-юнгенса Которые очень хорошо показывают у меня результаты по зимовке И по работе на мед Ну вот у меня сегодня есть три неплодные матки И покажу, как можно сделать, значит, отводок на неплодную матку Только что, которая вывелась С тем условием, что вот этот отводок останется на этом тачке То есть увозиться он не будет Он здесь формируется и здесь будет оставаться Вот То есть вот это особенность этого отводка Если пчеловод использует вместе неплодной матки плодную Все, в принципе, то же самое Только, естественно, будет все Намного Дальнейшее действие будет Намного короче Поскольку я буду ждать, пока эта еще матка облетается Вот И так, значит В наличии есть неплодная матка И нужно сделать Сформировать отводок Для того, чтобы эта матка первоначально облеталась Вот Для того, чтобы сформировать отводок Можно из одной из сильной семьи взять пчелу Пчелу и рамки Рамки, покрытые пчелой Обсиженной пчелой Вот Желательно заранее, значит, поставить разделительную решетку На одну из сильных семей, где много пчелы И поднять рамки сверху разделительной решетки Дней на 10 С тем, чтобы на этих рамках не было уже расплода Было проще отбирать рамки с пчелами для отводка Но если возможности такой нет Можно брать и с расплодом рамки Единственное, чего Надо посмотреть, чтобы матку не перенести из основной семьи Вот, я буду брать без расплода Вот у меня, значит, тут финские угли И вот здесь, вот наверху у меня здесь была решетка поставлена И здесь у меня пчела уже на рамках без расплода Вот отсюда я и буду То есть, вот я беру корпус Это у меня 9-ти рамочный на ротовскую рамку Значит, литки Центральный литок я закрываю Крайний тоже Оставляю вот один литок около стенки Чтобы здесь сформировать Чтобы литок лучше охранялся Вот, оставляю вот этот Прикручиваю чашечку Для лучшего ориентира матки при облете И чтобы лучше, как бы, защищал слиток от пчел воровок Вот ставить сразу, желательно, на маленький очень проходик Чтобы пчелам было слетать неудобно Но, по большому счету, все равно Вся летная пчела, которая облетывается Вот у старого улья Откуда буду пчелу брать Конечно, она слетит Без вариантов Вот, и здесь открытый расплод, когда ставится Он действует, как якорь То есть, имея открытый расплод Часть пчелы остается с открытым расплодом Вот, не слетает Но открытый расплод Очень большое, значит, негативное влияние имеет при подсадке матки То есть, когда матку отсаживать Этот расплод желательно вообще, чтобы его не было Или его убирать То есть, если ставится с открытым расплодом Да, матка дается сначала в клеточке То можно подержать, допустим, сутку Сутки и открытый расплод Чтобы привязать пчелу к новому корпусу И матку, вот эту новую, подсаженную Но после суток открытый расплод И желательно даже любой расплод Потому что среди печатного все равно могут быть личинки Которые, допустим, пчеловод не видит Некоторые пчелы даже на трутневых личинках Бывает матушники закладывают Вот, то есть В дальнейшем при подсадке Желательно, чтобы в этом отводке В корпусе Открытого расплода А лучше вообще никакого не было Но первоначально можно, я говорю, ставить рамки С открытым расплодом С пчелой И открытый расплод будет действовать Как якорь будет держать пчелу Которые переносятся Вот, держать в новом корпусе Вот, то есть Вот, подготовил я корпус Дно не нужно Вместо дна фанера прикручено на саморезах Вот, и вот теперь сюда Переставлю вот из этой семьи Бокфастной, сверху Здесь через решетку рамки стояли Тут рамка с пчелой и медом Переставлю рамки с медом и пчелой И вот надо рассчитывать то Что очень много пчелы слетит Поэтому надо ставить больше рамок А потом освободившиеся эти рамки Просто назад возвращаются и все Вот, то есть вот Ну рамки 3, 4, даже может быть 5 Я возьму Здесь вот такая вот ситуация Откуда я буду рамки В корпусе То есть видно вот Вот решетка снизу И естественно здесь уже расплода нет никакого Одна пчела Вот 4 рамки я взял Вот взял 4 рамки с пчелой Мед здесь пчела И ячейки еще Мед не полные рамки Тут это самое Взяток оборвался Естественно внизу и ячейки пустые остались Вот, которые в дальнейшем под засев будут использоваться То есть вот 4 рамки я подставил Теперь я ставлю матку Матку я ставлю непосредственно Прям в бигуди, которой она выводилась Вот, смысл в том Что там остался маточник Из которого вышло В маточнике остался корм И этот маточник Он на сегодня является Для матки домиком То есть матка Может зайти туда корму маточного погрызть И спит она обычно в этом маточнике И плюс там 2-3 еще пчелы Сопровождение Вот это значит Эту бигудю я поставлю Вот между этими рамками Вот такой вот верхний брусочек от рамки И здесь вот в этой бигуди Находится 3 пчелы ухаживают Которые займут И сама матка Матка прошла бонетировку Матка хорошая Крупная 260 мг После выхода из маточника При норме 180-190 мг То есть крупная хорошая матка Только-только вышла И вот между этими рамками Я ее ставлю Вот таким образом Между рамочками Где потеплее Вот Потом возможно Нужно будет переставить ее вот сюда Клитку ближе Ну После того как Допустим завтра Или даже сегодня к вечеру Как стемнеет Нужно посмотреть Много слетела пчел или нет Если пчел к этому времени Много слетит То рамку надо поставить Где пчел много В центр пчел Чтобы матке было потеплее Вот То есть если вот допустим Пчеловод Делает отводки на матке Уже которые Купил он где-то Или взял В клеточке титово То ставится матка В клеточке титово Если есть возможность Поставить Под вопросом Матки Допустим Две-три И не нужны их Все три Допустим Да Нужна всего лишь Одна матка из них То можно Поставить сразу три И выбрать ту Где будет больше всего У матки У клеточки пчел Их кормить Это говорит о том Что для этих пчел Вот эта матка Предпочтительная Также Первый признак Что матка Матку пчелу приняли И начали кормить Это если матка Петь начинает Когда поет Это уже матка Хозяйка в Улье Даже если она Неплодная Вот И не роевая То есть Матку пчелу Кормит Ухаживать начинает Несмотря на то Что она неплодная Она начинает Петь Показывает Что она Хозяйка В этом Улье То есть Вот все Теперь надо Что все это Закрыть И поставить Если Вороватые семьи То поставить В такое место Где Какие-нибудь В кусты Где-нибудь В таком Изокуток Где пчелы Не очень Сильно Ошибаются Воровки Вот Учитывать Еще то Надо Что в большинстве Своем Летная пчела Скорее всего Вся Слетит Абсолютно У меня Это точно Потому что Здесь Открытого Расплода Нет Вот И неизвестно Понравится им Сразу Матка Или нет Ну вот Значит После Через Некоторое Время Посмотрим Что тут Дальше Будет А сейчас Вот Закрываю Все это И убираю Спасибо Tin Тreh Она И Она Дальше У Ва UK Э Если fury